МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будете в Китае, обязательно посетите провинцию Сучуань. Вот где в прямом смысле кипит сладкая жизнь. Здесь, как нигде в Поднебесной, развито искусство рисования бабочек, дракончиков, лошадей, оленей и прочих персонажей карамельным сахаром. Казалось бы, ну чего сложного? Сахар насыпьте в кастрюлю, залейте горячей водой, размешайте до полного растворения. Возьмите ложку и простыми движениями от себя вверх-вниз, вверх-вниз рисуйте. Ну что, не выходит сахарный цветок? А вот карамельных дел мастер с необычной ловкостью и какой-то фантастической простотой за две минуты, пока не остыли сахарные краски, готовит произведение искусства. Обычная столовая ложка из нержавейки выполняет роль кисти. Все движения без права на ошибку. И вот лошадка готова. Остается отлепить ее от мраморного стола, и в руках уже объемный карамельный коник. Цена такого рисунка меньше 20 рублей. На удовольствие от созерцания происходящего на ваших глазах бесценно. В итоге такой шедевр даже есть жалко. Рисунок все-таки. К слову, набить руку в рисовании карамелью способен далеко не каждый. Для начала надо хотя бы уметь рисовать красками и карандашом. Эти сладкие художества насчитывают не одну сотню лет. И даже сами китайцы восхищаются теми, кто может отточенным движением руки сотворить живую картинку. Ресторан так и называется «Клинг», что в переводе – тюрьма. По сути, разницу чувствует только персонал заведения, который в конце рабочей смены костюм повара или официанта вновь меняет на тюремную робу. Интерьер же ничем не уступает классическому ресторанчику. Комфортабельные места, белоснежные скатерти, сверкающий хрусталь, серебряные столовые приборы. В меню нет, не баланда, а блюдо для гурманов. Переломать стереотип, что пища заключенных у многих ассоциируется именно с ней, с баландой, до холодной кашей, решил шеф-повар, он же основатель тюремных ресторанов Альберто Креси. Обладатель Мишленовской звезды уже не один год пытается обеспечить арестантов не только качественной и полезной пищей, но и работой. Гастрономическая тюрьма в Кардифе уже вторая в Великобритании. Креси признается, это не рекламный трюк, чтобы привлечь посетителя, и не дешевый и популярный. Мы не собираемся составлять конкуренцию другим ресторанам. У нас совершенно другая задача – научить людей, отбывающих срок наказания, получать необходимые навыки в нашем заведении, чтобы после освобождения заключенные смогли найти достойную и высокоплачиваемую работу. Вот такая благая цель. В ресторане трудятся только преступники с хорошей дисциплиной, здоровьем, и чьи сроки наказания подходят к своему логическому концу. К тому же за 40-часовую рабочую неделю тюремный персонал будет получать 23 доллара на человека. Деньги откровенно маленькие, но возможность бесплатно получить профессию, которая в дальнейшем позволит устроиться не в дешевую забегаловку, а в престижные заведения индустрии гостеприимства – бесценно. Настоящие шедевры создает из удивительного на вкус высокосортного молочного шоколада бельгийца «Эксель Саки». Такое зрелище просто невозможно пропустить. Если вам стоит как-то посластить жизнь, то непременно отправляйтесь в Брюссель и насладитесь работой «Экселя». Мастер начинает работать с бесформенным 5-килограммовым куском шоколада, который в его руках постепенно приобретает необходимые формы и размеры. В результате получается удивительной по форме и, конечно же, по содержанию, точнее, на вкус творения. Тема сегодняшнего представления – наступившая весна и возвращение на родину перелетных птиц, скворцов, например. К слову, бельгийцы съедают больше всех в мире шоколада на душу населения, что-то порядка 8,5 килограмм на человека в год. А это, в свою очередь, вызывает опасения, успеет ли увидеть этот скворечник вернувшийся зимних квартир птиц. Пища богов или о таком ваши вкусовые рецепторы могут только мечтать. Под такими заголовками рекламирует себя Дэймон Бахрель. Повар-самоучка, которому завидуют именитые шефы нью-йоркских, парижских, а что уж греха таить и рублевских ресторанов. Секрет Бахреля в молекулярной кухне. И пока он овладел лишь азами этого уже известного и достаточно модного направления. То, что он подает на стол, он сам же и выращивает, и сам готовит. Садовник, повар, официант и прочее, прочее, прочее. Дэймон един в одном лице. Все сделано вот этими руками. Продукты все домашние. Каждая ягодка к ягодке. И пусть я самоучка. Людям ведь нравится. Его кухня – это один большой кухонный комбайн. Миксеры, блендеры и прочие такие знакомые нам аппараты. Главное его же достоинство – голова повара, точнее, его фантазии. А свои блюда он подает маленькими порциями и обезвоженными. Причем, что не название, то взрыв мозга. Как вам? Лед с лякоть, приправленный сумахом. По его рецептуре можно готовить все. Например, джем из еловых веток, мороженое из желудей, фаршированные кленовые листья. Поразительно. Но для того, чтобы попробовать всю эту вкуснятину, в заведение Бахреля выстраивается очередь. Столики расписаны на ближайшие пять лет. При этом людям не жаль потратить на одну порцию весом в 100 грамм минимум 250 долларов. Максимальная же цена приближается к бесконечности. Да, ко мне очередь. Люди мне доверяют. Им нравится, как я готовлю. И все хотят попробовать еду от Бахреля. В свое заведение Бахрель всячески не рекламирует. Он сторонник сарафанного радио. А забронировать столик можно по электронной почте. Его блюда созданы не для того, чтобы утолить голод, а чтобы насладиться вкусом ингредиентов, которые его составляют. Без соуса и специй только натуральный вкус. Вы смотрите разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. И сейчас коротко о забавном, значительном и неординарном. 49-летний Лаброс Гидра выловил из моря осьминога с шестью щупальцами и, решив, что деликатес не должен пропасть, приготовил его на ужин и, само собой, вместе с семьей съел осьминога. Гурман, наверное, надолго потерял аппетит, когда узнал, что съел крайне редкое животное, за которое ему могла причитаться весьма приличная премия. Если вы хотите увидеть в чашечке кофе свое лицо, загляните в тайваньское кафе с названием «Лэц Кафе». Посетителю достаточно лишь выслать при помощи телефона свое фото на специальную кофемашину, и после того, как кофе будет готов, специальный аппарат, заполненный съедобными чернилами, нарисует ваше изображение на молочной пене. Легко узнаваемая знаменитая сине-белая банка сгущенного молока украсила белорусский городок Рогачев. Рогачевский молочно-консервный комбинат – градообразующее предприятие, и поэтому с выбором места установки памятника сгущенки раздумий разногласий у белорусов не возникло. Джеймс Бреттл не похож на человека, который любит фастфуд. У него спортивное телосложение и железная воля. Но именно он выиграл конкурс на поглощение огромного сэндвича на 8 тысяч калорий. Огромный сэндвич состоял из невероятного количества компонентов. Там была и колбаса, и бекон, и ветчина, и говядина, и индейка, и ягненок, также стейк из свинины, картофельные оладьи, различные сыры, соусы, омлет, помидоры, огурцы, салаты, горчица и кольца из лука. Все это было зажато между толстыми кусками хлеба с жареной картошкой и дополнено салатом из капусты, моркови и лука, и весило в общей сложности 2,5 килограмма. До этого сэндвичем пытались справиться 118 человек разной комплекции, но никому из них это не удалось. Израильский ресторатор Джавдат Ибрагим уверен, что смартфоны и обед несовместимы. Нет, он ничего не имеет против высоких технологий, но только не во время обеда. Ресторатор не раз наблюдал, что люди приходили, садились за стол и не получали никакого удовольствия от еды из-за постоянного заглядывания в мобильник. И теперь Ибрагим делает своим посетителям предложение, от которого они не в силах отказаться. Если они выключают свои мобильные телефоны, то их счет уменьшается наполовину. Вы смотрели разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что разные новости будут в эфире, покуда хоть одному человеку интересно жить на белом свете. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok